Добрый вечер! Вы смотрите программу «Без посредников» на телеканале ТНТ «Онега». Я ее ведущий Денис Базанков. Сегодня у нас в гостях депутат Петрозаводского городского совета Дмитрий Эдуардович Макеев. Добрый вечер! Здравствуйте! Итак, Дмитрий Эдуардович, еще одна неделя нашей жизни прошла. Опять ярка на события. Ну, скажем, конечно, не так много, как хотелось бы с журналистской точки зрения. Но, с другой стороны, вполне все нормально и размеренно для нашего северного края. Одна из тем, которую обсуждают в обществе, обсуждают бизнесмены. Это информация, которая появилась в карельских средствах, массовая информация от Министерства финансов о том, что у нас чуть ли не 20 миллиардов рублей – это теневые зарплаты. Скрывают бизнесмены от государства. Налоги, соответственно, не платят. Но то, о чем много уже и давно говорят – это серые зарплаты. В конвертах, как угодно можно называть. Сколько уже времени говорим, результат, он не меняется. Все равно их платят и будут платить. И явно для этого есть веские причины. Хотелось бы вашу точку зрения по этому вопросу узнать. Причин очень много. Можно об этом вообще долго говорить. Даже брать прошлый год – это были повышены налоги. То есть, социальная накладка на зарплату, чтобы выдать человеку деньги. Если на Западе воспринимают это, как сам себе уплатил налоги человека, а у нас такое, что это горе предприятие. Если это горе предприятие, социальные налоги, на заработную плату, то предприятие, конечно, пытается уйти. Но опять я считаю, что тоже это вынужденный мир. Первое, вот это я уже сказал, причина – это повышение налогов при упрощенках, в миненках и таких формах налогообложения. И очень важный фактор – это сегодня наш злополучный закон по муниципальному заказу и по госзакупкам. 94-й фаза, вы имеете в виду. Когда, значит, критерии выбора цены. Ну, критерии выбора данного, а на основании этого, то выбирают фирмы, которые не платят налогов. Вот все, кто выигрывает по цене – это гарантия. Ну, в принципе, это проверки куда? Мы говорили уже, что весь ремонт управляющих компаний, которые наподряд нанимают непонятные предприятия и без их короткий срок действия, потому что без налогов. И я считаю, что наши госорганы тоже поддерживают эту ситуацию. Вот я пример приводил в свое время, как-то, может, год назад, когда Верховный суд, уборка Верховного суда, конкурс проводит, с миллиона восемьсот до шестисот падают. Так это как так? Требования оставляют? Так, значит, чего? За счет сокращения качества и счет зарплаты. Но если в бюджете есть, так вы выберите по надежности подрядчика, по светлой зарплате. Это Верховный суд, да, а также с дорогами со всем. А со всем, все строители, которые приехали, вот мы уже говорили на эту тему, да, в конкурсах таких по асфальтированию не участвуют наши крупные компании строительные, как Криллстроймеханизация, ВЕК, СП-1. Их нету там, потому что у них социальная ответственность, да, если там работают наши, значит, граждане республики, они получают зарплату светлую, потому что на таком огромном предприятии невозможно бегать. Это не три приехавших с юга, завтра уехавшие, не понимают, что сделали. И, как следствие, вот эти зарплаты здесь. Вот как в конкурсах начнут побеждать наши предприятия строительные, с огромными налогами и с прозрачной заработной платой, так все, критерии сократились. Ну, вот получается, вы сейчас нарисовали схему, что белую зарплату, так называемую, да, официальную платят только крупные предприятия. В принципе, получается, средний и мелкий бизнес, ну, и мелкий даже, скорее, средний я не буду брать, у нас тут по большому счету все средний бизнес, да, мелкий бизнес, ну, весь практически уходит от налога. Конечно, конечно. Мы уже с вами, еще один раз мы с вами обсуждали тему маршруток. Они тоже говорят, что мы платим налоги. 6% там может платим, а надо не 6, а 50. Социальные подоходные, все фонды. Конкурс проводите, покажите, что светлая зарплата. Ну, нет ее там светлой. Такси, нету светлой зарплаты. И вот мы все тут обслуживаем, без светлой зарплаты весь этот рынок. Но это ведь все равно вопрос государства. Может быть, с точки зрения, если тяжелый и низкий уровень жизни, может и не душить население, что если еще обобрать у них, забрать эту часть дохода, да, на налоги, то они вообще сами не будут там уже. Тоже, если рассматривать с такой точки зрения, что страна у нас, значит, с огромными природными ресурсами, нефтяными, да не трогайте ведь их, пусть они как-то работают. Но все равно систему надо строить. Надо строить на уровне федеральном. Напридумывали, если 6% там платить с оборота и дальше не контролировать, то это уже получается неправильно. Ну, в общем, система самого налогообложения, она сложная. Это раз, два, и плюс. Система налогообложения, оборот. Вот, мы идем, мы же тоже эту тему говорили, идем к этой системе, когда оплата карточкой, когда у тебя должно быть, значит, деньги на карточке, да, все любые большие. Электронные деньги, да. Да, все, они сразу прозрачные становятся. 20 долларов, вот, американский стиль, значит, в кармане, а больше ничего нет. И в метро, и телефон, всем чем угодно оплати, но ты сразу прозрачный становишься. Сейчас же есть инициатива 300 тысяч рублей, если свыше 300 тысяч рублей, только в электронном виде это может оплатиться. Нет, так это нормально, к этому и должно приходить. Конечно, это все будет осложнять, потому что за всеми схемами, когда вот с налом и уже на федеральном уровне выйдем задержание, когда с этими деньгами их никуда не деваться, только продать как-то. Как раньше вот был обмен, когда при Гайдаре обмен был, и с налом бегали, некуда девать. Купите нал, там, не знаю, хоть в полцены. Вот такая система должна быть. Тогда невыгодно затраты обналичить, а затраты потом еще и опять сделать в электронный вид. И тогда лучше и не заниматься, лучше налоги уплатить дешевле. Вот это должно быть. Ну, то есть, в принципе, все равно все упирается в федеральное законодательство, в федеральное правительство. Так, а мы живем-то по каким законам? Да, нет, это понятно, да. И, соответственно, ну, выводы нашего министерства финансов, да, ну, просто так подтверждение того, что не все у нас хорошо, в принципе, во всей стране. Да, это даже надо понимать, что вот как депутаты городского совета и местная власть, да, представительный орган власти, это вообще не законы пишет, а местные, значит, постановления для такого внутреннего пользования. Локально, нормативно. Локально, да, и все. Для своей квартиры три человека проголосовали себе, папа, мама и ребенок. Один против, все, приняли и поехали по этой схеме жить. Но это же не закон. А закон это федеральный, и они на всю страну. И если даже какие-то будут, вот, система будет построение, что в этом регионе больше налогов, в соседнем меньше, сразу будут уходить. В Прионерском районе поменьше, там, значит, налог на имущество, в Петрозаводске больше, все сразу там зарегистрируют машину. Ну, хорошо, представим ситуацию. Все стали платить зарплаты честно. У нас в Карелии от этого жизнь улучшится, разве? Ну, что значит... Вопрос такой. Он улучшится. Я думаю, что это же не одного дня. То есть, это, значит, поступление в бюджет лучше, да, или больше. Соответственно, больше объема можно, значит, денег потратить здесь же, да. То есть, это опять оборот-то, все равно по кругу они пошли. Ну, и если предприятия будут, которые с гарантией выступать на рынке внутреннем, да, и ответственность будет. Есть кого спросить, не убежали там управляющие компании, какие-то строительные фирмы, тут наколотили, ватой закрыли, убежали дырки в стене. Так вот этого тоже не будет. И от этого населения все равно будет улучшение. Оно, может быть, не в один момент так сразу так посыпалось, но все равно. Ну, в общем, господам бизнесменам заплатите налоги и живите спокойно. Не платите налоги, потому что пока есть возможность не платить, их не надо платить. Их надо оптимизировать. Сейчас, Дмитрий Эдуардович, к нам в студию я чувствую, я перейдусь, товарищи из органов. Да нет, ну почему? Если это в правовом поле. А что значит платить налоги? Если сказали 6% отдайте, а дальше ваши. И отчитываться не надо. Но это же не воровство и не уход от налогов. Это, значит, налога я пришла, 6% отдали с обороты, отдали. Ну а дальше-то чего? Следующий вопрос, который хотелось бы вам задать, он касается молодежной политики, если это можно назвать. Не успели у нас в Петрозаводске создать молодежный Петросовет, как я его называю, там немножко официальное название другое, на уровне правительства Карелии. Значит, постановление о том, что давайте создадим молодежное правительство у нас, республиканское. Не хотелось бы говорить, что как потешные войска были там в свое время, да, при наших царях. Но тем не менее, на ваш взгляд, вот это вот заигрывание с молодежью. Результат какой всего этого? Ну, первое, это все равно грядущие выборы. Это однозначно как-то заинтересовать молодежь, втянуть в процесс выборов, да. Это вот у нас ближайшие выборы мэра. С точки зрения все равно просвещения для молодежи, это неплохо, я считаю, что когда они хоть там начинают это обсуждать, молодежный, вот, значит, городской совет, правительство, ну хотя бы структуру начинают понимать там, и вообще какое взаимоотношение, что за ветви власти, чем они занимаются. То есть, это как просвещение, оно правильно. И может быть, в этом процессе будет вовлечение каких-то активных, это не значит, все, кто сегодня там активно участвует, но они и могут сегодня повеселиться, пообщаться интересно. А завтра кто-то, может быть, будет заинтересоваться, выберет свою профессию в этой области, там, в политике, экономике. Хорошее просвещение. Вот заявки, да, кто хочет попасть в молодежное правительство, принимает у нас в Министерстве спорта и так далее, и так далее. Да, и молодежные политики, кстати. Да, молодежные политики. Профильные, они профильные. Согласен, но возраст, да, тех, кто может быть от 18 до 30, в принципе, в 18 лет ты закончил школу, ты уже должен понимать, какие ветви власти там. Нет, я думаю, что... Хорошо, в 30 у нас есть ряд примеров уже депутата состоявшиеся. Все люди, кстати, проживают даже и больше жизнь по возрасту, да, не интересуются и не понимают. Я же говорю, даже не понимают, какая там вообще уровня власти, какие полномочия, чего тут это... Вот всю эту путаницу, конечно, надо им как-то доносить. А то, что от 18 до 30, ну, я думаю, что даже со школы выходят, до конца не знают так. Потому что это неинтересно. Понятно, поверхностно. Ну, они диджеев знают там, а вот кто там чего-то там... А с одной стороны, правильно, так и нормально, что они диджеев знают, это же молодость, это же... Ну, а тут дополнительное просвещение, у кого-то есть интерес все-таки. Я считаю, что это неплохо, глобально это никак не повлияет на эту жизнь, но если какое-то просвещение донесут и еще их потом будут использовать в процессе выборных технологий, да, так тоже хорошо. Ну, что ж, к сожалению, время наше подходит к концу, а на носу у нас, если так выразится, международный женский день. Ваши поздравления нашим милым дамам. Приятный праздник весны, 8 марта. Хотя он тоже изначально немножко даже политизированный был. Хочется пожелать женщинам, чтобы весеннее настроение у них было, внимания им мужского побольше, любви, заботы. И вот дарите друг другу улыбки, поздравляйте. Я думаю, что все вернется, и праздник – это хороший повод пообщаться, пожелать добра, здоровья и счастья. Ну что ж, я думаю, что наш коллектив программы «Без посредников» присоединяется к пожеланиям Дмитрия Эдуардовича. Действительно, светлый праздник, пускай все будет хорошо. Такая банальная фраза, но тем не менее хочется действительно уже доброты и спокойствия. Я напоминаю, вы смотрели программу «Без посредников» на телеканале ТНТ «Онега». Увидимся ровно через неделю. До свидания. Всего доброго.